Девушки отдыхают Отец на Щекловском, зачем? Уезжать! Чтобы не убивать Забить и простить Нет, не выйти Я, собственно, и писать-то начал, когда война началась Так или иначе, очень многих моих знакомых это затронуло По горячим следам писать обычно не получается Получается, все слишком публицистично, слишком злободневно Где-то пропагандистски И по этому пути идти не хотелось А потом вспомнилась история, которая реальная В 2014 году действительно она происходила Когда совместно восстанавливали дом Украинцы и наши, сепары, как их называют Тогда еще не было ощущения, что все это необратимо Я пытался в этой пьесе найти для себя в том числе ответ на вопрос Можно ли из этой ненависти, из этой боли как-то выйти Есть ли какой-то выход На уровне эмоций, на уровне сопереживания На уровне возмущения тем, что происходит Это просто толчок, который дает нам заглянуть в свои собственные бездны Потому что однозначно война это только катализатор Все это в нас живет И со всем этим нам надо бороться постоянно А я ведь раньше думал, что гражданская война Это когда встает вся страна Половина за красных, половина за белых Сейчас правда туда поведи А на деле выходит Что народ просто сидит на трибунах И смотрит, как две команды друг друга может Как по ней бесправильно Или футбол Шахтер Донецк, Динамо Киеве Просто сидят и смотрят, что возьмет А реально всем пофиг Из нашей сотни Майданов Только двое до войны пошли Док в Киеве остался Высоиспознание Тайшки-Марафетик А Докик с Гансом вообще в мозг подались В фейсбуке постят на фоне Кремля Я сначала думал, это так будет По приколу Потом понял Им реально досадница А если все это все равно Тогда для чего все это? В чем смысл? Док и стиль По жанру пьеса названа притчей Там есть аллюзии на тексты такие вечные На тексты Гомера На тексты Ветхого Завета Нового Завета То, что касается споров То, конечно, спровоцирован Конечно, спровоцирован Но хейт, ненависть и споры Это разные вещи Мне эта тема близка Потому что Это наша история Это наша судьба После распада империи Советский Союз был империей По краям начали рваться снаряды И все 90-е они рвались Это последний, что ли, такой Но очень мощный И, к сожалению, кошмарный И кровавый В сполах вот этой войны Эпохи распада великих империй Это очень тяжелая тема Но про это нужно говорить Чтобы что-то понять в себе Чтобы вообще это принять И с этим дальше жить Нельзя делать вид, что этого не было